Привет, с вами Анастасия. Сегодня мы будем делать опаловые ногти с натуральным опалом внутри. Для создания этого дизайна нам потребуется разноцветная радужная слюда, настоящий крошенный опал, черная акриловая пудра с блестками, я ее сама намешала, и холодный натуральный белый оттенок. Я использую пудру от Entity. Подпиливаем свободный край натурального ногтя пилкой 180 грит, стряхиваем пыль и после этого ставим форму. Я использую формы от NSI, и также, если я работаю бумажными формами, я всегда использую металлический уплотнитель. Ставим форму. Буду делать балерина, поэтому я обязательно проверяю центровку формы. Линия должна находиться четко по центру и немного заужаю. Наносим дегидратор, ждем пока он полностью высохнет, и после этого наносим бескислотный праймер. Так как я буду работать акрилом, праймер также использую для акриловой системы. Начинаем с подложки. Я беру прозрачную акриловую пудру, ставим шарик на свободный край и делаем основу. Это подложка, то есть только основа нашего дизайна, она не должна быть ни в коем случае толстой. Она имеет где-то толщину бумаги. То есть, по сути, на этом шаге наша задача сделать основу высотой с натуральной ноготь. То есть, мы еще не строим апекс, не делаем толщину, просто делаем тоненький каркас, тоненькую основу для нашего дизайна. Но вот длина и форма здесь уже должна быть полностью соблюдена. То есть, стараемся сделать ее такую, какую мы хотим получить в итоге. Сравниваем с длиной соседнего ноготка и чуть-чуть вытягиваем, чтобы они были одинаковыми. И кистью старайтесь максимально работать с материалом. То есть, все, что вы можете выровнять, пока материал не застыл, лучше делайте кистью, чтобы потом не терять время, силы и лишний материал на спиливание лишнего. Важно стараться сделать подложку равномерной. Тогда и дальше вам будет легче работать, и вы сможете симметрично красиво поджать ногти. Я беру небольшой шарик прозрачного акрила и ставлю его также на ноготь, потому что я не хочу работать цветным акрилом по голой ногтевой пластине. Но, во-первых, сцепление будет не то, во-вторых, это может окрасить ногтевую пластину. Растянула прозрачный и затем уже беру черный с блестками и ставлю на центр. Вообще, при работе черными темными цветами будьте осторожны, не берите слишком много, иначе может получиться грязь. Просто ставлю небольшое пятно и аккуратно, практически чистой кистью растягиваю в одну и в другую сторону. Так как черный я использую не чистый, а с блестками, то он получается таким полупрозрачным, водянистым. Я просто хотела сделать такой темный фон, чтобы придать больше эффекта свечения для опала. Затем я беру слюду с шариком прозрачной акриловой пудры и начинаю распределять. Кстати, слюда очень хорошо переливается и ничуть не хуже передает эффект самого опала. Раскладываем и после этого добавляем еще. Здесь важно вовремя остановиться. Мне хотелось добавить вот это мерцание, сияние опала по центру. Также в центре у нас будет максимально высокая точка, апекс, поэтому сюда же мы добавим и саму опаловую крошку, смешанную с прозрачным акрилом, четко по центру. В отличие от слюды, опал имеет объем, поэтому ни в коем случае не добавляйте его у кутикулы или у свободного края он скорее всего все равно там спилится. А вот по центру самое то. Посмотрите, как он красиво мерцает, переливается всеми радужными цветами. У кутикулы я беру натуральный белый и растягиваю вниз. Вообще цветным акрилом нежелательно работать прямо по ногтевой пластине, но конкретно этот белый цвет, Authentity, он создан для лунок, для лунного маникюра или для френча. Поэтому я точно знаю, что им можно спокойно работать по ногтям. Этим же цветом я ставлю шарику свободного края и растягиваю. Мне очень хотелось здесь сделать такой, знаете, молочный типсовый цвет, такого натурального белого оттенка, и чтобы он плавно растворялся и переходил в это опаловое мерцание с темной подсветкой внизу. Поэтому я по чуть-чуть добавляю цвет сверху и снизу, но убедитесь, что вы не слишком его перетянули на опал, чтобы все-таки остался вот этот стеклянный прозрачный эффект по центру и красивый переход. Вы можете построить всю архитектуру только из белого, но я в данном случае решила, что я просто его буду добавлять, пока меня не устроит интенсивность цвета. Ну а после этого вы можете просто достроить всю архитектуру и перекрыть прозрачным, чтобы создать структуру. Мне все-таки хочется поярче белый кончик, поэтому я взяла еще один такой существенный шарик натурального белого и растянула его. При растяжке не забывайте о том, что центр должен все-таки оставаться чистым и в данном дизайне еще важно не забыть закрыть натуральный ноготь, чтобы при отрастании не получилось так, что на самом главном месте по центру у нас вдруг начинает торчать отросший свободный край. Я закончила с белым и теперь мне осталось все полностью перекрыть прозрачным и закончить построение архитектуры. Субтитры сделал DimaTorzok Заканчиваем выкладку, снимаем форму и после этого аккуратно поджимаем ноготь. Помните, что поджатие не должно вызывать каких-то неприятных ощущений. После поджатия вы можете зафиксировать ноготь зажимом, чтобы вам не пришлось долго держать его и тратить на это время. На следующем ногте я решила сделать чуть-чуть по-другому. Я уже поставила форму, подготовила его и здесь я хочу сделать такой ноготь молочного, тоже белого натурального оттенка, но чтобы цвет плавно переходил, растворялся вот в этот мерцающий блеск и только на кончике оставался такой стеклянный прозрачный свободный край вместе со слюдой. Поэтому для начала я точно так же начинаю с подложки и сразу на подложку я начинаю выкладывать вот эту разноцветную слюду вместе с прозрачным акрилом. Не очень, конечно, видно, но поверьте, я не на форму выкладываю. Там есть подложка, поэтому слюда остается точно на нужном месте. Кстати, для таких дизайнов лучше использовать мягкую слюду, которая легко принимает форму, которая вам нужна. Бывает еще такая жесткая, которая торчит во все стороны. В принципе, ей тоже можно, но вам нужно будет следить, чтобы ее части не выходили за пределы ногтя. На центр я ставлю натуральный белый шарик и аккуратно начинаю его растягивать. Здесь точно так же следите, чтобы белый цвет не перекрыл весь свободный край, потому что мы планировали оставить его стеклянным. Растягиваем в одну и в другую сторону и всей площади кисти начинаем формировать ноготь. Так как этот белый цвет не такой плотный, как яркий белый, важно еще сделать так, чтобы он полностью закрыл ноготь. В принципе, из этого белого можно построить и всю архитектуру, так как, я уже говорила, он является полноценным моделирующим цветом, либо можно закончить моделирование также с помощью прозрачного. Добавляю плотности цвета в углах. Кстати, помните, что если вы берете слишком много мономера, то есть работаете с очень жидкой консистенцией, белый цвет становится более прозрачным, так же как и камуфляж. Поэтому старайтесь соблюдать правильную консистенцию, чтобы цвета получались насыщенными и яркими, какими они вам нужны, и ноготь, конечно, получался прочным и правильно смоделированным. Еще один шарик добавляю для плотности цвета, а остальное мы уже можем смоделировать с помощью прозрачного акрила, достроить толщину на свободном крае, ну и, пожалуй, добавлю еще немного блеска. Чем больше блестит, тем, как мы знаем, лучший клиент доволен. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... После выкладки и поджатия начинаем пилить. Не забывайте сравнивать длину и форму, чтобы ногти получились точно одинаковыми. И получается мы сделали два ногтя с опалом по центру, а два вот с таким переходом. После опила нам осталось отшлифовать поверхность и покрыть топом. Я использую топ без липкого слоя. И вот в этот момент вы, клиент, наконец-то видите, как на самом деле сияет опал внутри, потому что ноготки становятся глянцевыми и блестящими. Нам осталось просушить в лампе. В моем случае это одна минута. И вот что у нас получилось. Ногти с настоящим драгоценным опалом внутри. Они очень здорово переливаются на свету и, конечно, на солнце. Можно сделать такой же дизайн и с опалом другого цвета. И я думаю, это будет смотреться совсем по-другому. Спасибо, что смотрели мое видео. И до встречи в новых. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»